Открытый Могом. Третий том. Тема Крещения. Вопрос 972. Первое послание апостола Петра. 3.21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, ни плоткой, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Какому подобному образу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Первое Петра. 3.18.20. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице, духом садя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божие долготерпение в отниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Сравнение дается с Ноевым ковчегом. Как там спасались в корабле, так и мы в церкви. Там входили через дверь ковчег, мы входим через крещение, но есть и разница, говорит Иоанн Златоуст. В ковчег волк вошел, волк и вышел, ястреб летел, ястреб и вылетел, а у нас не так. Если в воду купели входит волк, то выходит ягненок, если влетает ястреб, то вылетает голубь. Там корабль гнали по волнам разные ветры, а церковь в жизненном океане управляется духом святым. Со мной призывал к покаянию, Ио 21.14, а между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Ио 22.15.18, неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им Сидержитель? А у нас апостолы призывали к покаянию и спасению от огня вечного. 2 Петра 2.5. И если не пощадил первого мира, то в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Лука 17.26. И как было во дне Ноя, так будет и во дне Сына Человеческого. Апостол Петр говорит о том, что Христос три дня был в преисподних местах, и там свидетельствовал в аду тем, кто ожидал его спасения. Но в данном случае он указывает на тех, кто был непокорен проповедям Ноя. И люди, очевидно, спрашивали, если Христос проповедовал всем в аду, то касалось ли это погибших во время потопа? И Петр отвечает, да, им тоже было проповедано. У апостола Петра был опыт выделения частного из общего. Марка 16.7. Но идите, скажите ученикам его. И Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. В этом Евангелии от Марка, вернее, Евангелие от Петра, так как он надиктовал его Марку, он подчеркивает, что слова «скажите всем», согрешившие субтическим Петр, мог не отнести к себе. И поэтому Христос выделяет его и Петру. Далее спрашивают, сели в аду, приняли проповедь Господа Иисуса Христа. По логике вещей, как было бы и не принять хотя бы одному. Ведь речь шла о выходе из тьмы во свет, из преисподней в рай. Если бы сейчас кто-то открыл тюрьму, а ад называется темницей, то разве бы кто-то не согласился бы выйти? И хотя об этом не сказано более в Писании, но церковь учит, что выше только те, кто ожидал Христа. В это трудно поверить, но другого учения пока нет.